Здравствуйте! В эфире телеканал ОЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Единое тестирование в условиях карантина. Специальная областная мониторинговая группа во главе с заместителем Акима Алматинской области и главным санитарным врачом области проверила готовность КНТ в новом формате в школах Алакольского района. 634 выпускника из 36 школ в этом году готовы пройти тесты. В специальных центрах предприняты все необходимые санитарные меры. Перед входом установлены лабиринты с дистанционной разметкой и дезинфекционный тоннель. Предусмотрена обработка обуви спецраствором и рук антисептиком, контроль измерения температуры пирометром, предоставление защитных масок. Заполняемость аудитории будет составлять 50%. Родители выпускников должны оставаться дома. Для них организуют онлайн-трансляцию из аудитории. Если есть повышенная температура, либо признаки заболевания, эти дети запускаться в НТ не будут. Эти детей группируют, потом после, в июле месяце, возможно, на август месяце останутся они после. Также, если есть дети из числа близких контактных, для них будет отдельная группа, они будут отдельную группу позже, вторым потоком пройдут. Отдых на Капшагая нынешним летом разрешен. Сегодня в ноль часов сняты мобильные посты. Однако, так называемый «дикий отдых» все еще под запретом. Пребывание на пляжах будет регулироваться мобильными санитарными группами. Позагорать под солнцем люди смогут на базах отдыха, которые получили одобрение специальной рабочей комиссии. Всего на побережье расположены около 170 зон отдыха. Сколько из них смогут работать в пляжный сезон, смотрите далее. Пандемия продолжает наносить сильный урон всем отраслям экономики, не исключение и туризм. В этом году базы отдыха не смогут работать в полную мощность. В целях безопасности в период карантина заполняемость их не должна превышать 50%. Несмотря на такие условия, в нынешнем сезоне владельцы гостиничных комплексов не намерены повышать цены. Обычно подготовка сезона у базы отдыха занимает порядка трех месяцев. В эти три месяца мы готовимся и к нам параллельно приезжают гости. Которые гости приезжать начинают с мая месяца. Соответственно, дохода у нас нет с мая месяца. Сегодня 13 июня. Мы, естественно, соблюдали требования. Мы были закрыты все это время. Мы не повышаем цены. То есть мы держим цены предыдущего года. И так у людей доход упал. Куда какие цены. Безопасность клиентов превыше всего, говорит владелица базы отдыха Ахжаик Самал Тимирбаева. Для соблюдения санитарных норм бизнес-леди предприняла все необходимые меры. Закупила аппараты термометрии, средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Есть переносная кварцевая лампа, которую мы носим по всей территории и обрабатываем каждое помещение. После посетителей. Каждые два часа у нас проводится дезинфекция и уборка ресепшена. Далее у нас в четырех местах висит антисептик. По всей территории есть листовки и памятки о том, что нужно постоянно обрабатывать руки, мыть руки. У нас заключен договор с дерозационной компанией. То есть два раза в месяц она будет обязательно проводить дезинфекцию всей территории. Работать на Копчегае смогут только прошедшие проверку специализированные туробъекты. Так называемый дикий отдых категорически запрещен. С целью обеспечить готовность зон отдыха к пляжному сезону в городе была создана специальная рабочая группа. В ее состав входят эпидемиологи, представители правоохранительных органов и сотрудники Акимата. За 12 дней до начала пляжного сезона они осмотрели готовность всех баз отдыха. В ходе проверки было сделано 10 замечаний. На сегодня они все устранены. По постановлению главного санитарного врача в Матинской области там есть алгоритм, приложение. По алгоритму базы отдыха будут работать. Все ознакомлены. Всего на побережье Копчегайского водохранилища расположены около 170 баз отдыха. Порядка 100 из них смогут работать в этот пляжный сезон. На страже порядка в Алматинской области оперативно задержали барым тачей. Всего час понадобился полицейским, чтобы выйти на след скотокрадов. 8 июня текущего года в управление полицией Межказахского района обратился 55-летний житель села Тургень с заявлением о краже двух 8-месячных телочек. Немедля, ни минуты стражи порядка приступили к раскрытию преступления. Барым тачи изобличены полицейскими с помощью камер видеонаблюдения. Ими оказались 32- и 36-летние жители села Акши. Подозреваемые признались в краже. Потерпевшим уже через час после обращения в полицию вернули похищенный скот. В настоящее время задержаны в изоляторе временного содержания и проверяются на причастность к другим аналогичным нераскрытым преступлениям. Автомашина, на которой перевозилась похищенная, арестована и во дворе на на спецстоянку до решения суда. С этих двух телок 8-месячных была совершена кража. Вот буквально в этом месте. В течение получаса я связался с полицейскими, нашими местными участковыми. И буквально в течение получаса были проверены все камеры. Благодаря оперативной работе наших участковых полицейских, уголовного розыска, были проведены необходимые мероприятия, задержанные сразу по горячим следам преступники. Моя человеческая глубокая благодарность этим ребятам, профессионалам своего дела, что они знают, как работать. В общем, я благодарен им. Быстро, оперативно сработали. В Западноказахстанской области сельскому Акимату пришлось создать целую комиссию, чтобы выяснить, кто и зачем перерыл степь, сообщает КТК. Жители поселка Социализм пожаловались, что местное крестьянское хозяйство не пускает их в скот на водопой. На подступах и к озерам они обнаружили глубокие рвы и земляные насыпи. Чиновники таким положением вещей тоже озадачены. Говорят, предприниматель не имел права забирать себе озеро. Кто и зачем перекопал дороги и вырыл траншеи, теперь будет выяснять специальная комиссия. В Североказахстанской области не приняли в эксплуатацию дорогу, которую отремонтировали некачественно. Речь идет о 6-километровом участке трассы возле села Заградовка, сообщает Хабар-24. Отметим, подрядчики должны были сдать ее еще в ноябре прошлого года, но новое полотно стало разрушаться практически сразу после укладки. Кроме того, были выявлены и другие интересные детали, которые повлекли за собой возбуждение нескольких уголовных дел. Однако трассу до сих пор не сдали в эксплуатацию. Зато деньги строителям выплатили в полном объеме, а это свыше 300 миллионов тенге. Вторая попытка сдать дорогу на Заградовку в эксплуатацию завершилась неудачей. Работу не приняли. Строительную ферму сейчас через суд пытаются признать недобросовестным участникам госзакупок. А организацию, которая осуществляла технический надзор за этим участком, отштрафовали на 500 месячных расчетных показателей. Громкий скандал разгорается вокруг международного комплекса лыжных трамплинов. Объект сдали еще 10 лет назад, а компании-строители до сих пор не получили деньги за работу. Люди говорят, подрядная организация обещала рассчитаться с ними, но годы шли, а ничего не менялось. Застройщики не раз обращались в суд и даже выигрывали дела, но все безрезультатно. Международный комплекс лыжных трамплинов, гордость страны и головная боль застройщиков. Прорабы, мастера участков, бухгалтеры и строители насчитали больше 80 миллионов тенге долга. Чиновники в очередной раз пообещали решить проблему. Заверили, строители комплекса лыжных трамплинов получат выплаты в ближайшие два месяца. Сотрудники со сроками согласились, но если вопрос не решится, пригрозили, что обратятся в Международный Олимпийский комитет. Тысячу тенге на покупку жилья. В год волонтеров исполняются мечты тех, кто никогда не имел собственной крыши над головой. Благотворительный фонд «Харикет» воплощает в жизнь надежды казахстанцев. Подробности из материала сюжета. Жизнь многодетной семьи Жулды с Кадыровой круто изменилась. Шесть лет скитавшаяся по съемным квартирам, ныне Жулды с полноценной хозяйкой четырехкомнатного дома. Ее радость разделяют шестеро ее детей. К слову, семья Кадыровой вошла в список 223 казахстанцев, получивших жилье в дар благодаря республиканской акции от фонда «Харикет». Программа «Тысяча тенге на жилье» очень помогла нашей семье. Я благодарю всех людей, кто внес свой вклад в помощь нуждающимся. Особую благодарность я выражаю фонду «Харикет». Также Аким Силаеркин обещал помочь с трудоустройством. Это хорошее изменение в нашей семье. Сейчас есть дом, скоро появится работа. Думаю, что все у нас наладится. В Еркинском сельском округе проживает около 60 многодетных семей. Как многодетной матери мы постараемся помочь Жулды с трудоустройством. Также до начала учебного года решим вопрос перевода ее детей в среднюю школу номер 26. От своего имени хочу выразить благодарность фонду «Харикет». Это полезная инициатива. И я со своими коллегами и друзьями хочу поддержать ее личными денежными взносами. Благотворительный фонд «Харикет» существует два года. Он же является инициатором акции «Тысячу тенге на покупку жилья». За короткий срок с его помощью только в Алматинской области 13 семей обрели жилье. В списке многодетные малообеспеченные семьи, одинокие матери и семьи, имеющие на иждивении детей и инвалидов. К слову, приобретение недвижимости осуществляется на деньги, собранные неравнодушными казахстанцами. Сумма взноса от тысячи тенге и выше. В каждом регионе страны филиалы фонда проводят отбор претендентов на жилье. В этой работе большой вклад вносят и его волонтеры. Празднует новоселье и семья Манапа-Моген в селе Жарло-Зек Коксусского района. Восемь лет назад он переехал на историческую родину из Китая. Однако долгое время ему пришлось скитаться по съемным домам. По признанию мужчины, у него было недостаточно средств, чтобы купить собственный дом. Неожиданно для Манапа жилищный вопрос его семьи решился. Фонд перечислил ему недостающую сумму на приобретение жилья. Также волонтеры фонда подарят Манапу-Могену двух коров, купленных на пожертвования неравнодушных сельчан. В нашем районе более 40 многодетных семей получили жилье по госпрограмме. Восемь домов выданы меценатами. Сегодня мы стали свидетелями получения жилья от фонда Харикет. Радует, что благотворительный фонд также вносит свой клад в решение жилищного вопроса наших граждан. В настоящее время в районе строится 60-ти квартирный дом. В первую очередь жильем обеспечат многодетных. Благотворительный фонд Харикет продолжит свою работу. Уже 16 июня 14-я по счету семья из Алматинской области обретет дом благодаря пожертвованиям небезучастных казахстанцев. Бульмира Тимиргалиева, Жаик Курманбаев, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Обычное дерево в произведении искусства. Житель Жамбылского района Султан Абдикаримов создает национальный музыкальный инструмент. Кропотливо трудясь над каждой деталью, сделал уже десятки экземпляров. В прошлом году благодаря государственной программе смог любимое дело превратить в бизнес. Подробности в материале. Дело мастера боится. Султан Абдикаримов народным промыслом занимается с 2016 года. До того времени трудился в одном из банков Казахстана. Но престижную должность финансиста в итоге оставил и пошел по зову души, говорит он. В прошлом году через проект «Постал бизнес» я участвовал как молодой предприниматель и выиграл грант на реализацию своей идеи. Выделили порядка 500 тысяч тенге. Этого хватило на запуск проекта. До программы занимался просто ради удовольствия. Инструменты, сделанные его руками, уже получили признание таких мастеров народного творчества, как Секен Турзбек, Макпал Жунисова, Кайрат Баевасонов, Рамазан Стамгазеев и других знаменитых личностей. В планах у ремесленника обучать народному творчеству и других желающих. Домбра – это не просто обычный инструмент. Это часть истории казахского народа. Через него передавались казания и легенды наших предков. Я хочу, чтобы в каждом доме была домбра. Это не только сохранит национальный колорит, но и раскроет творческий потенциал многих людей. Сейчас султан Абдикаримов обеспечивает постоянными рабочими местами 9 человек. В планах – изготавливать и другие национальные инструменты. Ситуация в Ливане накаляется. После рекордного падения на рынке валютного курса ливанского фунта в центре Бейрута возобновились акции протеста, беспорядки и столкновения с полицией. Демонстрации проходят в городе Триполи на севере Ливана и в ряде населенных пунктов долины Бейка на востоке страны. Власти государства не в силах решить проблему. К сведению, волнения на фоне ухудшения экономического положения в Ливане начались в октябре прошлого года и привели к отставке правительства. Новый кабинет министров получил вотум доверия в феврале. Испанская полиция пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконной перевозкой и торговлей людьми. По данным на сегодня, группировке удалось вывезти в Испанию около тысячи выходцев из стран южнее Сахары, в том числе беременных женщин и детей. Каждый из них должен был заплатить контрабандистам как минимум 500 евро. Главарии преступной сети находились в Каталонии. На них работали десятки африканцев, переправлявших нелегалов из Испании во Францию, Германию, Португалии и Нидерланды. В ходе операции, проведенной при участии правоохранительных сил заинтересованных европейских стран, были задержаны 12 членов группировки. Нижняя палата Федерального собрания Швейцарии одобрила однополые браки и разрешила женщинам в однополых союзах получать доступ к донорской сперме для искусственного оплодотворения. Теперь это предложение поступит на голосование в Совет Кантона в Швейцарии, которое состоится не раньше осени. Если Верхняя палата также одобрит инициативу, то затем она уже будет вынесена на референдум. В Талдыкургане состоялся футбольный вечер памяти известного казахстанского журналиста и телеведущего Бейсена Куранбека. Организаторами и участниками выступили коллеги тележурналиста. Звания сильнейших оспаривали шесть команд. Бейсен Куранбек всегда был активным сторонником здорового образа жизни. Занимался разными видами спорта. Айкидо, настольный теннис, футбол. И это не весь перечень любимых видов спорта известного тележурналиста. Примечательно, что начал свою карьеру Бейсен Куранбек корреспондентом и ответственным секретарем в республиканской газете «Спорт». А при его поддержке в здании дома журналистов в Талдыкургане открылся оснащенный самым разнообразным инвентарем фитнес-зал. Он занимался айкидо, привлекал многих ребят, популяризировал этот спорт у нас в Казахстане, в нашей области. И в связи с этим мы посчитали, что вообще необходимо проводить спартак-яду регулярную, каждый год, летом, среди всех представителей СМИ области. Мы в ближайшее время продолжим перечень спортивных мероприятий, которые будут посвящены нашему коллеге, учителю, одному из ведущих журналистов страны Бейсен Куранбеку. Игры между шестью командами прошли на высоком уровне. Турнир прошел по формату Олимпийской системы. Соответственно, все команды играли с полной отдачей, понимая, что каждая игра может стать последней. Отдались азарту и продемонстрировали свои профессиональные навыки. В напряженной борьбе без поражений турнир закончила команда «Вип-Пресс». Они стали первыми чемпионами в истории турнира «Памяти Бейсена Куранбека». Для нас большая честь стать чемпионами именно на этих стартах. Мы шли к этому очень долго. Упорные тренировки дали свои плоды. Хочется поблагодарить организаторов за высокий уровень соревнований. И самое главное, что не забывать таких людей, как Бейсен Ага. Турнир станет традиционным, а его география с каждым годом будет расширяться. В планах у организаторов провести соревнования уже на республиканском уровне. Азад Жамаханов, Айдос Калиев, телекомпания «Ажетасо», Талдыкурган. На сегодня у меня все. Приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова